Суомень Кували Ти, Финляндия, Лес Крестов не будет забыт. София Оксанин. Суомень Кували Ти, Финляндия. 23 апреля 2019 года. 5 апреля я ездила на урочище Куропаты в Минске. На земле все еще были следы от бульдозеров. Накануне в этом месте, где НКВД расстреливал граждан в период с 1937 по 1941 год, была уничтожена часть могильных крестов. Когда я приехала в Куропаты, поваленные деревянные кресты, которые были названы администрацией Белоруссии незаконными, уже были убраны. У братской могилы слонялись мужчины, которые не походили на людей, скорбящих о тяжелой судьбе своих предков. Взор нынешнего КГБ не оставляет граждан страны в покое, в том числе и братскую могилу Куропаты. Было задержано 15 человек, выступавших против сноса крестов. Верующие люди посчитали особенно жестоким уничтожение крестов во время Великого Поста, предшествующего Пасхе. Этот случай потряс всех граждан страны, поскольку Куропаты – часть истории Белоруссии. Урочище не является местом паломничества туристов, хотя Вторую мировую войну в городе вспоминают активно. Официальные мероприятия в Белоруссии, посвященные событиям Второй мировой, следуют советским традициям и отвечают нынешней позиции России в вопросах истории. У братской могилы проходят неофициальные мероприятия. Информация о существовании этой братской могилы появилась во время перестройки и повлекла за собой первые антисоветские демонстрации. Мемориал в Куропатах появился довольно спонтанно. В Сосновом Буру начали устанавливать деревянные кресты, число которых росло год от года. Теперь в День памяти павших в Куропатах собираются сотни людей. В 1993 году захоронение получило статус официального мемориала, в 2004 году Министерство культуры внесло Куропаты в список культурно-исторических ценностей. Однако администрация самодержавного правителя Александра Лукашенко пытается обойти молчанием преступления сталинских времен. В школьной программе Куропаты не значится. Пророссийские активисты совершали наурочище акта вандализма, однако власти не заинтересованы в поимке виновных. Доступ исследователей к архивам ограничен, так что основательные исследования событий в Куропатах провести нельзя. Это касается и археологических раскопок. Оценки численности жертв варьируются от 30 тысяч до 200 тысяч человек. Лес Крестов пытаются стереться земли самыми разными способами. В начале 2000-х годов на сложной с политической точки зрения территории была построена кольцевая дорога, хотя из-за протестов первоначальные планы были немного изменены. Сейчас на территории урочища строится ресторан, который будет предлагать амбициозные развлекательные программы. Гражданские активисты считают ресторан неподходящим соседством для мемориала. Также существует мнение, что здесь будут собираться пророссийские активисты. В этот раз белорусские СМИ сразу же сообщили об уничтожении Крестов. В стране нет свободы и СМИ, так что такая реакция государственных источников свидетельствует о желании успокоить народ, а также о политике разрядки напряженности, которую начал проводить Лукашенко после начала войны на Украине. Государство, известное как последняя диктатура Европы, улучшило свои отношения с Европой. В то же время в отношении Куропат Белоруссия хочет организовать управляемую дискуссию. Государственные издания предложили идею Национального дня памяти Куропат. Идея хорошая, и она была бы на руку правительству, ведь во время и без того тяжелых отношений с Россией раскол в интересах народа стране явно не нужен. После таких заявлений появление бульдозеров стало для граждан настоящим шоком и еще раз подтвердило, что государство хочет самоопределять ход истории. Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич назвала произошедшее наступлением на гражданскую инициативу. Необычный мемориал появился в результате гражданской инициативы, и граждане боролись за свои идеи. По ее мнению, Куропаты – символ гражданской независимости и памяти. Именно такие проявления государство не переносит, как и Россия. За сообщениями о ситуации в Куропатах последовали попытки успокоить Россию. Несколько улиц были переименованы в честь исторических личностей царских времен. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.